Не должно брать на себя непосильный труд лечить от духовных болезней. Ты все заботишься о каком-то будто неполученном мною твоем письме, в котором было писано что-то для тебя нужное. Чтобы успокоиться, опять напиши об этом. Я вчера разбирал твои письма, и их у меня целая куча, важных и неважных. А важнее всего то письмо, в котором ты пишешь, что ты по жалости и по мнимой любви взялась не за свое дело – лечить сестру, которая больна нетелесную болезнью. Я тебе говорил лично, и теперь повторяю – вперед не берись за подобные дела. Ежели Пимен Великий по смиренно-мудрению и по охранению себя уклонялся от подобных дел, имея на то дарование от Господа. Ты кто такая, что дерзаешь на сие вещи непрошенные? Паки повторяю – не дерзай вперед на такие вещи, если не желаешь подвергнуться сильным искушениям и навлечь на себя, во-первых, невыносимую брань плотскую, во-вторых, нападение и стужение от мысленных врагов, а в-третьих, гонение и от людей. Что за надобность самой себе навлекать такие страшные искушения? Преподобный Симеон Евхаицкий советует уклоняться от одержимых злыми духами, так как бывали случаи, что через них враг путал и духовных людей. Несмотря на мнимую жалость и на мнимую любовь, под которыми тонко скрываются самомнение и высокоумие, ты сама должна знать, какие горькие плоды проистекают от этих страстей. Послушай Писание, глаголющее «Мерзок пред Господом всяк высокосердый» Притча Соломона, глава 16, стих 5 Посмотри и на апостола Павла, что он говорит «Не повелевает ли он предать такова го сатане во измождение плоти, да дух его спасется в день Господа нашего Иисуса Христа» Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 5 Вот пример истинного человеколюбия «А ты заботишься избавить человека от измождения плоти, чтобы доставить ему временное спокойствие, прикрываясь, может быть, и мнимую пользу душевную. Но делай это выше тебя. Ты не священник или иерей, который искусной исповедью имеет духовную власть помогать таким людям. Но и в таком случае не всегда последует совершенное исцеление». Это зависит только от воли Божией и от мановения самого Господа, который о всех промышляет и устраивает полезное и душеполезное и спасительное. Люди же не только не сильны сами собою что-либо сделать, но и не всегда понимают, что душеполезно для человека. Хотя иногда и мнимся мы усердствовать и жалость являть к ближнему, но весьма часто не понимаем ни других, ни себя, а лишь вовлекаемся в это тонким самомнением и высокоумией. «Пусть эта больная понудится исповедовать новому вашему духовнику то, о чем тебе объявляла. А после видно будет, возымеется ли надобность приехать к нам». Если хочешь иметь действительную жалость к таким людям, то можешь посоветовать им, чтобы искренне исповедовали свои грехи духовному отцу и не стыдились ничего утаивать, так как наказание бывает человеку не только за грехи, но больше за недостойное причащение святых тайн. «Самой же, по своему усердию, тебе выслушивать такие грехи очень-очень неполезно, ради искушений, о которых сказано выше. Пока устраивается у вас новое начальство, живи хоть и с трудом, где придется. А там, может быть, Господь поможет устроиться лучше, если постараешься воздержаться от самочинного непрошенного усердия в отношении ближних. Прости же и остави. Уныние бывает и от тщеславия, и от непосильного рвения. Пишешь, что тебя беспокоят два помысла. Один говорит, чтобы пойти в Троекурова, а другой, чтобы никуда не ходить из своей келии и обучать себя внутреннему бдению. Спрашиваешь, которого тебе придерживаться помысла? Ни того, ни другого. Живи в Севске и обучай себя пока наружному бдению, имея страх Божий и, пожалуй, посильное внутреннее внимание. С нам своим не доверяй. Замечаешь, что у тебя бывает уныние от большой суеты и от упущения правил, а также от большого понуждения и трудов. Прибавлю к этому, бывает уныние и от тщеславия, когда что не по-нашему делается, или другие толкуют о нас не так, как бы нам хотелось. Еще бывает уныние от рвения непосильного. Мера во всем хороша. Есть возраст духовный, как и наружный возраст. Как девятилетние не могут браться за то, что в пору двадцатилетним. Так бывает и в духовной жизни. Непосильным и неразумным рвением можно себе духовно живот надорвать. А если Господь кого и сохранит от всего, то, по крайней мере, в суе примет труд и скорбь. «Тише едешь, дальше будешь», сказано опытными. «Вредно не родить о должном, но небезопасно ретиться выше своей меры. Трех более всего держись. Страха Божия, смирение и всегдашнего покаяния. Жить по-монашески в терпении и смирении. Поздравляю тебя с пострижением в ресофор. Это первая степень монашеского образа. «Сердечно желаю тебе пожить от селя по-монашески, в терпении и смирении, и во страхе Божием и хранении совести, как требуют заповеди Божии, начиная с искреннего покаяния пред Богом и духовным Отцом. Начало же из начал терпения находящих скорбей. Терпеть укоризны не только от старших, но и от младших, сознавая свои вины, за которые и нужно потерпеть со смирением и благодарением, чтобы загладил Господь и простил согрешения наши». Повторяю, понуть себя к смирению и терпению предначальницей, сознавая вины свои. А если безвинно, то и еще полезнее потерпеть. «Внешними неудобствами душа очищается. Преждевременное уединение вредно. Письмо твое получил, в котором объясняешь свою скорбь касательно неимения своей келии и касательно неудобств жить в чужих келиях в многолюдстве». С одной стороны, справедливо. Так, в такой тесноте, как ты живешь, действительно жить неудобно. Но, с другой стороны, скорбь твою до изнеможения душевного нельзя одобрить ни назвать правую. «Если мы желаем наследовать царство того, который во время земной жизни не имел где главы подклонить, Евангелие от Матфея, глава 8, стих 20, то основательно ли поступаем, малодушествуя до изнеможения касательно внешних неудобств. Тогда как имя-то и через них-то очищается грешная душа наша, как в горниле. Хотя я лично тебе говорил, как много ты себя повредила нерассудным желаниям, но и теперь замечаю, что ты доселе доверяешься руководству влекущего желания, по-видимому, мнимо благого, но все-таки нерассудного и противоречащего отеческим писаниям, в которых говорится, что желающий уединенной жизни наперед должен обучиться среди людей терпению, смирению, незлобию и долготерпению, от поношений и уничижений и от неудобств, и прибавлено, что иначе не бывает. Святой Лествичник говорит, что безмолвие тела есть благочиние чувств внешних, а безмолвие души есть благочиние помыслов. Этому безмолвию и старайся обучаться. Сестрам, где ты живешь, можешь сказать так. Если вы желаете, чтобы я у вас жила, то побольше молчите и без крайней надобности не рассказывайте разных росказней и не делайте неуместных вопросов. Будем лучше помолчаливее жить, внимая каждое своей совести со страхом Божиим. Если же иначе, то я долго не могу у вас пробыть. К матери казначей будь почтительно, но при случае говори откровенно, что ты бестолково и предначальственными лицами только можешь путаться. Просто откланивайся только. Наконец пишешь, что ты желаешь молиться и молиться. Молись про себя, ища одной только милости и воли Божией. В церкви ли бываешь, в не ли церкви? Идешь ли, сидишь ли, лежишь ли? Молись, Господи, помилуй, якожи веси, якожи воляши. От ближнего живот и смерть. Как тебе быть в теперешней твоей келье с безграмотную схимницу, с сборщицей, с не имеющей произволения к монашеству и со слепою? Как тебе держать себя в этом обществе? Об этом определенного наставления не могу тебе дать. Осмотри сама и рассуди, и ищи только своей душевной пользы, и забудься о том, чтобы не потерпеть в чем душевного вреда. Умудряйся среди настоящих твоих неудобств. Веля читать что-нибудь, что-нибудь и прочитай, хотя вот Дорофея, только без всяких толкований и поучений. Вот что пишет Авва Дорофей, и читай, а от себя ничего не прибавляй. Помни слова, сказанные в старчестве. От ближнего живот и смерть. Про мои же письма публично объявлять нет надобности. Можно промолчать, когда можно. А скажу вкратце. Умудряйся приобретать жизнь и избегать смерти, живя с теми, с кем живешь, стараясь иметь заповеданное апостолом, то есть благость, милосердие, сострадание и любовь. Послание к Галатам, глава 5, стих 22. Которое и есть исполнение закона. А как? Послушай того же апостола. Друг друга тяготы носите, и таку исполните закон Христов. Послание к Галатам, глава 6, стих 2. Письмо 520. Снам не верь. Жалости усердия не бывают без тяготы и скорби. После праздника получил от тебя два письма. Посылаю тебе на твои нужды 10 рублей. Сукно можешь употребить по усмотрению. Опоминай только на чтении Псалтири и в келейных и церковных молитвах Иоанна и Софию Сачады. От их усердия тебе посылаются деньги. Если будет усердие, можешь прилагать и имена детей их девиц Н.О. Отроков И.Д.М. Младенцев С.Е.Н. А главное, поминай родителей их, насколько достает расположение душевного к тому. Сну своему не верь. Это явное искушение от врага, так как выставляет тебя паче всех иных. Так же не верь тому, что будто ты загребла обеими руками. Мало ли чего можно загребать руками. Касательно же непонятного искушения, скажу тебе, что оно попустилось за то, что по усердию своему ты приняла участие в сестре Анне. За это и должна понести тяготу ее искушения. Много бы нашлось людей изъявлять жалость и усердие даром. Но так как приходится через такое усердие несть и тяготу, и скорбь, и искушение, то не у многих продолжается такое усердие. Для избавления молись так. Господи, за молитвы сродника, преподобного Иоанники, помази мне, окаянный. Сестрам К и Е можешь отвечать, так как теперь в обители нашей обстоятельства мудреные, а вы малодушны и непостоянны, и ходите во многие кельи, то и не могу я принимать в вас близкого участия, чтобы самой на себя не навлечь скорби и неприятности. Когда Эмен приедет, то можешь поискать себе другую келью, более удобную. Вперед знай да ведай, как являть жалость и к кому. Лучше грешник кающийся, чем праведник возносящийся. Пишешь, что лучше не грешить, чем каяться. Не грешить хорошо, а согрешившему похвально покаяться. Если удержишься на первом, хорошо, а не удержавшись, другого средства нет у милости ведь Бога, как покаяться. А что ты объяснила, в этом и запинаться не следовало бы. И запинание твое указывает на ложный стыд. Еще скажу, Богу приятнее грешник кающийся, чем человек не согрешивший, но превозносящийся. Лучше согрешивший покаяться, нежели не согрешая гордиться этим. Фарисей удержался от греха, но за возношение и осуждение мытаря лишился пред Богом своей праведности. А мытарь, и много согрешивший, через смиренное сознание и понесение укоризны от фарисея, получил не только прощение грехов, но и восхитил оправдание фарисея. Иди и ты путем мытарево смирения. Это путь самый безопасный. Если наше прошение к Богу не исполняется, это не значит, что в Евангелии не все верно сказано. На это есть свои причины. Меня очень огорчило твое самосмыслие безрассудное касательно Евангелия, что будто бы в евангельском учении могло быть что-нибудь сказано и не так. Причину выставляешь, что твое желание и прошение давнишнее не исполняется, вопреки будто бы сказанному в Евангелии «просите и дастся вам» Евангелие от Матфея глава 7 стих 7. Поэтому дура ты из дур, и безрассудное твое мнение есть не что иное, как прелесть из прелести вражиих, началом которой была твоя же горделивость, которая, хотя и прикрывалась до времени личиную внешнего смирения, но, наконец, показала великий свой рожон. Подумай сама, как велика гордость, если прошение наше не исполняется, то выходит, что в евангельском учении может быть что-нибудь не так. «Это меня тем более огорчает, что помнится мне, я уже писал тебе о сем слово святого лествичника, степень 26, отделение 60, где он говорит, все чего-либо у Бога просящие и неприемлющие, конечно, по которой-нибудь из сих причин того не получают, или что прежде времени просят, или не по достоинству и с тщеславием, или потому, что получившие просимое возгордились бы, или потому, что по исполнении их желания впали бы в неродение, и святой Исаак Сирин в слове 33 говорит, не всякое желание добро от Бога впадает в сердце, но одно пользующее, то есть только действительно полезное. Авагдабо желает человек блага и не помогает ему Бог. Впадает бо и от дьявола подобное некое желание сему, и то не пщуется быть и в помощь, но ошибочно, и множицею несть меры его, и сам дьявол вред ему ухищряет, и понуждает человека взыскать сего, не у еще достигша жительства того, или чужде есть образы его, или пакине есть время, вне же мощно есть сие исполните, или подвигнути, или несть доволен вещью, или разумом, или телом, или времени подает нам руки, и всяким образом окиличиною он агаблагага, или смущает его, или вредит в тело его, или скрывает сеть во уме его. «После всего скажу смирись, оставь безумие свое, и за грех этот в продолжении сорока дней клади по пятнадцать поклонов с молитвы, Господи, прости безумие и прегрешение мое». Гордым Бог противится, смиренным же дает благодать. «Просишь скоро уведомить тебя, дадут ли что-нибудь на уплату долга вашего за келью обещанные благодетели, а иначе вы с сестрою должны уступить кому-нибудь половину кельи и принять товарку». Отвещеваем на сие. «Были и есть такие благодетели, которые могут уплатить до полутора ста рублей, о чем я уже извещал тебя в одном письме, говоря «Если можете с сестрой пешком прийти к нам, то получите больше, а если на лошадке или на двух приедете с сестрою или с кем-нибудь, то получите меньше, потому что из тех же денег нужно заплатить и за извоз». «Но ты на письмо мое отвечала горделиво, что пешком прийти не можешь, потому что слаба, и более ничего не писала». «Советую тебе осмотреться и посмотреть на себя со всех сторон со светильником евангельского учения, а то в тебе проглядывает немалая горделивость». «Сама же ты должна знать, что гордым Бог противится, смиренным же дает благодать». Послание Иакова, глава 4, стих 6. «Тебе Мать Игумения запрещает подавать советы сестрам в каких бы то ни было случаях, а ты об этом запрещении рассуждаешь с горделивым негодованием. Лучше смирись и покорись в простоте сердца запрещению Матери Игумении, так как сказано «Не есть Бог власть, а щенят Бога». Противляя и все власти Божию повелению противляется. Послание к римлянам, глава 13, стихи 1 и 2. «Напомню тебе и то, что ты за ревность твою неблаговременную и неуместную довольно наказалась, и потому нужно смиряться и покоряться воле Божией, выражающейся устами начальствующих». Повторю, смиряйся, и тогда можешь получить означенные деньги, через почту или лично в конце августа, если рассудишь пожаловать к нам. Письмо 524-е. «Перешедшие в другой монастырь всегда испытывают тоску». «Живя в тамошнем монастыре, не удивляйся тому, что иногда тоска отягчает душу твою. Все переходящие в другой монастырь это чувствуют, куда бы они не перешли. Особенно остерегайся ропота на кого бы то ни было. Ропот хуже и вреднее всего. Полезнее и покойнее винить во всем и за все себя, а не других. Особенно же должно остерегаться ропота на промысл Божий, через Матерь Божию все благое и душеполезное нам устраивающий. Только мы человеки по малодушию своему часто безумно метемся и безрассудно скорбим за устраиваемую нам пользу душевную. О благоразумном молчании Сама ты написала, что скорбишь о своем излишнем глаголании и ревнуешь о благоразумном молчании. А с компаньонкой и по неволе должна будешь лишнее говорить. Конечно, нужно взять только кого попроще, чтобы могла послужить твоему слабому благородию. Впрочем, я хорошо не знаю, МГ, поэтому сама смотри, как лучше и полезнее. Есть старинная пословица «Ум хорошо, а два лучше, а три хоть брось». Но это человеческое замечание. Господь же глаголит во Святом Евангелии «И деже бо еста два или три собране во имя мое, ту есмь посреди их». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Посмотри на свое чувство внутреннее повнимательнее. Как будет покойнее ближе к твоему устроению, так и сотвори. Один мудреный юродивый толкует «Гусь да гагара неладная пара». Впрочем, у нас на скотном дворе умер столетний старец Пахомий, который и среди множества людей умел сохранять глубокое молчание. Случалось, что некоторые станут приставать к нему с разными вопросами. Он встанет и пропоет им «Ангел вопияши благодатней» и опять сядет молча, почесывая в голове или роясь в своей сумке, как будто бы что-то отыскивает. Если бывало кому что-либо скажет, то помни и не забывай, на многих сбывались слова его. Я все это видел и никак не научился благоразумному молчанию, под разными благовидными предлогами увлекаясь много глаголами, в котором, как сказано, несть спасения. Хочу все исправиться, а старая привычка не допускает. Помолись о мне грешном, чтобы положить начало. Не так живи, как хочется, а как Бог приведет. Неприятность от других по внушению дьявола, не терпящего внимательных молитвенников. Лучше подражай примеру старинных людей, которые обыкновенно говаривали «Не живи, как хочется, а живи, как Бог приведет». В первом письме ты писала, что тебе очень хорошо, а вскоре во втором пишешь, что тебе очень нехорошо. Не напрасно святой апостол Павел написал, что «все хотящие благочестно житьи гоними будут». Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 12. «И сам Господь глаголит во Евангелии, «Будете уба мудри, як змея, и цели яко голуби». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. «Змея, когда бьют ее, старается всячески сохранить голову, и христианин, когда поражают его, должен хранить главное – веру и незлобие». Некто из святых сказал, «Ежели кто поистине любит Бога, тот не будет возмущаться, хотя бы целый мир досаждал ему». А ты от нужды, скорбе и стесненного положения стала преклоняться и на то, что, пожалуй, хоть бы и назначили куда-нибудь на начальство, например, хоть в Н. А ты от нужды, скорбе и стесненного положения, стала преклоняться и на то, что, пожалуй, хоть бы и назначили куда-нибудь на начальство, например, хоть в Н. В К тебе тесно от скорбей и уничижений, а в Н нелегко будет и не свободно от забот житейских. Волею и неволею, а нельзя не заботиться о делах обители и о поведении сестер. Впрочем, да будет о нас по воле Всеблагого Господа, хотящего всем спастися и в разум истины прийти. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 4. Ненапрасно слышим повторяемое слово «Ин суд человеческий и ин суд Божий». Всеведущий Господь лучше нашего знает, что для нас полезнее, полезное и устраивает. «В молитве Господней заповедано нам молиться так «Отче наш, да будет воля Твоя» Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 9 и 10, Евангелие от Луки, глава 11, стих 2. Правда, что положение Твое в своей обители стесненное и неприятное и неудобное, но есть простая пословица «Побежишь от волка, нападешь на медведя». Остается одно потерпеть и подождать, внимая себе и не осуждая других, и молясь Господу и Царице Небесной, да устроят о Тебе полезное, якоже им угодно. «Я прежде писал и теперь опять повторю то же, что все эти нападения на Тебя со стороны других происходят по ухищрению вражию, чтобы воспрепятствовать Тебе заниматься внимательно молитвою». Покойный отец Игумен Антоний, брат отца Архимандрита Моисея, говаривал «Внимательная молитва молящегося врагу нож по горлу». «Ты сама заметил это на Твоей келейной, которая ни с того ни с сего придирается к Тебе и не хочет делать то, что нужно, при всем том, что Тебя любит». Кальми-пачи тебе нужно разумевать это относительно других, что не все и не все они это по злобе делают, а более по внушению и наущению исконного врага, который хочет отлучить Тебя от внимательной молитвы и вместе с тем от любви к ближним. А любовь эта, по слову апостольскому, долготерпит, милосердствует и николиже отпадает от блага расположения к собратьям, искушаемым от общего врага нашего, чести уже и от своей немощи. Если твердо это будешь помнить, то не будешь бесполезно смущаться. Несколько лет назад у нас был один князь, который учился молитве у одной опытной молитвенницы. Она говорила ему так, «Когда ты мирен и покоен, молись, Господи, помилуй меня грешного. Когда же помыслы будут приноситься на других по какой-либо причине, то молись так, Господи, помилуй нас, и успокоишься. Делай и ты так, тогда и меньше будешь беспокоиться и будешь разумевать, что все мы подлежим ошибкам и заблуждениям и нередко под благовидными предлогами, как сказано в Евангелии. «Приидет час, да всяк иже убиетвый, возмнится службу приносите Богу» Евангелие от Анна, глава 16, стих 2. Не мудрено, что и досаждающие Тебе так мудрствуют. Поэтому и потребно нам снисходить ближним нашим по евангельской заповеди о любви. Ежели кого мы любим, тому мы во многом снисходим и многое прощаем. С другой стороны и по другой причине прощаем, как свидетельствует Авва Дорофей, когда находимся в благом устроении, как сама ты с удивлением заметила, что не сердилась на свою келейную, когда она тебе противилась. При этом поминай и евангельское слово «блажение есте», «егда поносят вам и ижденут и рекут всяк зол глагол на вылжуще «мене ради». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 11. Матфея, выкинг up и все мать из Матфея,